Материально-техническая революция. Так охарактеризовало развитие инфраструктуры в сфере дошкольного образования директор профильного департамента Ольга Беляева. За минувший год в области было сдано 13 детских садов. В этом году строится еще 9. Таким образом, по словам директора департамента образования, значительно удастся снизить очередь в дошкольные учреждения. Сейчас она составляет 3,5 тысячи детей. Ликвидировать очереди в детсады – задача одного из указов президента и условия нового закона об образовании. Кстати, среди нововведений – профессиональный стандарт для воспитателя и учителя. Он вступит в силу со следующего года. По словам Ольги Беляевой, документ предполагает дополнительные требования к педагогическим работникам. Учитель должен еще вместе с родителями составлять индивидуальную программу развития и обучения ребенка. Он должен, может и более того, он обязан уметь это делать грамотно и хорошо. Подобные программы должны быть у каждого ребенка, который обучается в школе, и каждый учитель по своему предмету должен ее прописать. Что же касается зарплаты учителя в общеобразовательной школе, то в среднем она составляет, по данным департамента, 20,5 тысяч рублей. При этом считается полная зарплата педагогического работника, которому часто приходится брать дополнительные часы. А у человека, который только приходит работать в школу после окончания университета, базовая ставка составляет 4400 рублей. О крупнейшем в области университете директор департамента тоже упомянула. Напомним, преподавательская общественность Владимирского вуза выразила обеспокоенность грядущими планами руководства по реорганизации. Ее проведение запланировано в рамках оптимизации. Так, например, были планы объединить физико-математический и, естественно, географические факультеты, а также исторический с филологическим. По словам Ольги Беляевой, как-то повлиять на эту ситуацию она не имеет права. И у меня, самое главное, нет полномочий внедряться в эту сферу, потому что учредитель Министерства образования и науки. Хотя, конечно, я бы поддержала прежде всего педагогические все направления и сохранила бы их в обязательном порядке, потому что это очень сильные вообще-то были факультеты с хорошими, профессиональными, высоко профессиональными кадрами. Продолжение следует...